Всероссийская перепись населения прошла по всей стране с 15 октября по 14 ноября. С опозданием на год перенесли ее из-за пандемии COVID-19. Принять участие в переписи можно было тремя способами. Традиционным – это опрос специалистам, а также можно было заполнить анкету на сайте госуслуг или прийти на стационарный пункт. Самым популярным у нас оказался именно первый способ. Организовали переписчику, а Витяков сказал, что сколько даже на 15% выше, чем по норме. И они просто более качественно ходили, отрабатывали свои хлебы. Когда они пришли, побыли у человека, он уже переписался. Ему не нужно было через госуслуги. В этом году не было привычных бумажных опросных листов. Всю информацию переписчики вносили в планшеты. На Брянчине переписью занимались ежедневно 2600 человек. На каждого переписчика приходилось в среднем 557 жителей того или иного участка. Не все были рады визиту таких гостей, поэтому активную помощь представителям Росстата оказывали участковые, уполномоченные полиции. Переписчики регулярно сдавали тест на COVID-19, чтобы исключить возможность заражения жителей своего участка. Тестирование позволило выявить на ранних стадиях 117 случаев заболевания COVID-19 среди переписчиков и контролёров, а значит принять срочные меры по их отстранению от опроса населения. Необходимо отметить, что заболевание COVID-19 – это страховой случай. И в зависимости от тяжести протекания болезни, работники переписи получат страховые выплаты. О масштабах переписи говорит тот факт, что в эту работу были вовлечены все органы власти, средства массовой информации, правоохранительные органы, волонтёры. Общими усилиями удалось добиться показателей, установленных Росстатом. Однозначно можно признать, что первый этап ВПН-2020 на территории Брянской области успешно завершён. Брянск-стат приступил не менее ответственному этапу обработки данных переписей. Предварительные итоги будут получены в конце января 2022 года, а окончательные – в четвёртом квартале 2022 года. Перепись населения проводится примерно раз в 10 лет и имеет огромное значение для социально-экономического развития всей страны. Именно результаты переписи позволяют органам власти эффективно планировать развитие территорий с учётом количества жителей, их благосостояния, образования, интересов и многих других факторов. Следующая всероссийская перепись населения состоится в 2030 году. Александр Новиков, Алексей Рязанцев, Александр Жучков. События. Брянск.